вы хотите запланировать пол будущего ребенка я вас прекрасно понимаю беременность это не пирожки вам испечь то есть несколько месяцев ожидания потом период восстановления если попытка была неудачной но не все родители хотят готовы быть многодетными и просто пробовать как пока не получится ребенок желаемого пола я вас в этом прекрасно понимаю как отец двух детей разного пола и не менее 10 внебрачных детей тоже разного пола могу поделиться с вами как своим жизненным опытом таким врачебным опытом как все-таки это сделать правильно но просмотреть видео до конца вы получите немножко больше вы узнаете как запрограммировать еще и уровень здоровья вашего будущего ребенка это тоже не мелочь понимаете что от того уровня здоровья который будет у ребенка при рождении зависит вся его жизнь и вся его судьба будет ли он жить и радоваться жизни или перемещаться между различными лечебными учреждениями больше того для того чтобы вы понимаете что от даты рождения тоже многое зависит поэтому можем запланировать и беременность одновременно сколько бонусов и получится мы напоследок вы узнаете какие злоключения претерпели сперматозоиды вот в принципе в пути к цели что это не так просто запланировать пол это здорово но все добежать туда на сперматозоиды в принципе если вы смотрите это видео то у нас с вами когда-то это получилось в разное время но я после этого написал видео вы его смотрите все прекрасно ну все по порядку первое конечно пол вы знаете если родители относительно здоровый или здоровый то пол определяет конечно же мужчина он глава семьи он определяет по каким образом ну все очень просто мужчина вводит в половую систему женщины сперматозоиды они несут либо x либо y хромосому и вот от того какой сперматозоид первым буду жить до яйцеклетки зависит пол будущего ребенка как вы понимаете выбрасываются миллионы сперматозоидов и как правило их количество практически одинаково и x и y на старте 50 на 50 вопрос как сделать так чтобы добежали нужные вам того пола который вы хотите получить тут вы знаете нужно понимать физиологию она говорит о том что сперматозоиды которые несут x хромосому не менее шустрый зато более живучий а или хромосому они наоборот они более шустрый и менее живучий и вот тут разделить мы их можем легко и просто кстати если вы заметили аналогию примера то же самое в жизни женщины они живут дольше но работают не так интенсивно может быть им везде и помогает так вяленько работать мужчины живут меньше но зато успевают сделать больше или хромосомов обеспечивает такую активность причем начиная с самого старта здесь важно понимать что вот их можно разделить как это взять я скажу чуть позже а пока яйцеклетка она практически ничего в этом процессе не определяет сама по себе потому что первый добежавший до нее сперматозоид он ее оплодотворяет и фактически появляется плод появляется фактически со временем и ребенок вот это вот способность яйцеклетки к оплодотворению она очень короткая всего один-два дня живет очень мало и вы знаете когда она появляется когда она доступна становится к оплодотворению период овуляции то есть идет она вышла из яичника одна или несколько по разному бывает и фактически до двух суток после этого она готова к оплодотворению и вот тут очень важно понимать когда это овуляция происходит потому что отсюда зависит ну так называем плодный период или многие называют опасный период когда они не стремятся развивать беременность хотят хотят предохраняться в этот период зависит конечно от овуляции как ее определить ну все очень просто нужно измерить базальную температуру чуть не сказал натощак но примерно так оно и происходит вскоре после пробуждения то есть когда женщина проснулась она измеряет базальную температуру прямой кишки или во влагалище и в обычных условиях до овуляции температурная кривая плюс-минус колеблется ниже границы 37 градусов а вперед овуляции начали небольшое падение потом резкий подъем выше 37 градусов вот здесь вот и повышение температуры и том что вышла яйцеклетка и вот тут до двух суток тут живучесть разная бывает вот устойчивость в половой системе не было не оплодотворенном состоянии и тут до двух суток возможно оплодотворение но нужно понимать что в принципе вот живучий сперматозоидов она очень серьезно колеблется у некоторых к сожалению они не способны даже дойти до яйцеклетки но это вы узнаете чуть позже что делать средняя продолжительность жизни сперматозоида 35 суток вот хотя есть рекордсмены знаете описанные случаи оплодотворения яйцеклетки когда половой акт был за 11 суток до овуляции поэтому вы знаете бесплодный период вот такой вот он в этом случае очень сокращается оплодный соответственно увеличивается то есть 11 суток до овуляции и двое суток после это в принципе период благоприятный для оплодотворения вот мы его можем использовать для планирования беременности каким образом ну тут все очень просто смотрите что получается что вам нужно сделать чтобы получить если вы хотите получить мальчик мальчик понятно нам нужны шустрый и сперматозоиды то есть как они будут конечно после полового акта они первыми добегут до яйцеклетки поэтому что вы делаете минимум трое пять три пять дней до овуляции полная тишина то есть предохраняемся ну женщинам раньше пояс верности мужчины одевали вот ну в принципе нужно понимать что если хочется получить мальчика то нужно несколько дней потерпеть каждый день измеряется базальная температура только пошла овуляция вот тут пожалуйста любовь на двое суток если можете выдержать самостоятельно не вопрос если вам нужна помощь врача контакты увидите звоните пишите помогу подскажу как это сделать правильно после этого можете заниматься любовью сколько хотите времени как правило оплодотворение происходит игре сперматозоидами и появляется мальчик что делать если нужна девочка тут понятно что после месячных вы занимаетесь любовью но минимум за пять дней до овуляции все прекращается в таком случае половой системе женщины находятся сперматозоиды более живучие более устойчивый с их хромосом и ждут того счастливого момента когда овуляция произойдет яйцеклетка выйдет и беременность наступит тут все понятно ну когда чаще появляются девочки вы можете посмотреть чаще всего первое в семье это девочка по той простой причине что молодые семьи они обычно более часто занимаются любовью и понятно что в половой системе полно сперматозоидов более живучие с их хромосом и соответственно чаще рождаются девочки чаще рождаются девочки после войны почему понятно тут даже люди повзрослее постарше изголодавшись по любви они занимаются этим чаще тоже чаще рождаются девочки когда рождаются мальчики понятно все нужно делать наоборот когда семья уже устоялась она много лет существует то есть естественно отношения могут немножко охладить любовью занимаются реже и понятно что здесь чаще всего вот первые встречи в постели заканчивается тем что появляется мальчик когда еще это бывает ну когда кто-то из членов семьи часто ездить командировки длительное воздержание понятно в половой системе сперматозоидов нет и половой акт рождается соответственно мальчик если он был прямо перед эвуляцией то есть тут все понятно понятно почему перед войной есть такое мнение что перед войнами рождается больше мальчиков понятно потому что мужчины готов готовятся к войне они занимаются больше подготовкой изредка приходят любимой женщине непонятно почему будут мальчики все вопрос снимается легко и просто поэтому вы просто должны это всю ситуацию понимать все остальные способы когда там в четные нечетные дни цикла знаете не знаю на мой взгляд вот физиология активности скажем так сперматозоидов она в большей степени объясняет вот эти все ситуации в принципе по жизни это так и происходит у меня одна статья уже стоит много лет там вот как раз многие подтверждают свои комментарии именно вот такие вот позиции что да действительно вот при таких ситуациях чаще рождаются мальчики или девочки но знаете я не зря сказал что уровень здоровья определяет пол ребенка но мужчина определяет при хорошем здоровье если здоровье не очень хорошие тут свои коррективы может нести как мужчина так и женщина смотрите почему ну если у женщины есть какой-то скажем так есть приоритет в мужчине то есть она хочет иметь ребенка от этого мужчины есть мощное сильное желание в этом случае у него овуляция может произойти в любой день цикла почему потому что в принципе в яичниках находится несколько яйцеклеток и а выходит всего одна в норме вот в середине цикла выходит одна яйцеклетка вопрос том что еще несколько яйцеклеток не полностью дозревших тоже находится в яичнике и вот тут вот созревание может быть как очередной яйцеклетки преждевременное случае встречи с любимым мужчиной так и после овуляции через несколько дней может не полностью созревший яйцеклетка тоже выйти и вот здесь конечно чаще всего будет в этом случае как вы понимаете мальчик мужчина может определить вне вот этих всех ситуаций женский пол а той простой причине потому что я чуть позже скажу какие злоуключения или какие сложности преодолел сперматозоид в пути к яйцеклетке и тут очень важное значение имеет вот качество спермы если мужчина есть допустим хронический простатит или он ведет не совсем здоровый образ жизни то подвижность его сперматозоидов будет снижена живучесть будет снижена и вот вопрос в чем на какой на какое звено повлиял весь этот образ жизни не совсем здоровый зависит от того будет мальчик или девочка вот тут вот уже бабка на двое гадала как говорится тут мы ничего не сделаем потому что мы не знаем реально не ни одна система не может оценить вот пол полноценному живучесть и подвижность сперматозоиды в этих уникальных условиях поэтому для того чтобы в принципе быть более уверенным своем прогнозе вам конечно нужно немножко заняться своим здоровым своим лечением это скажу чуть позже еще где женщина еще может повлиять на рождение детей на пол ребенка это если у нее есть конечно какие-то воспалительные процессы понятно что какой-то цервицит эрозия шейки матки эндометриоз аднексит ауфорит любой воспалительный процесс в половой системе женщины приводит к тому что он принципе предъявляет дополнительные требования к сперматозоидам и вот здесь тоже возможны варианты здесь чаще будут девочки потому что они более устойчивы более живучий в принципе они могут выжить в этих условиях и все таки сперматозоид x хромосомы можно добраться до яйцеклетки будет девушка поэтому в этом случае вы понимаете что тут тоже вероятность определенная есть чаще тут будут девочки но вы понимаете вот эти все заболевания которых я сказал о какой-то простатитный здоровый образ жизни или какие-то заболевания воспалительный или дисгормональный в женской половой сфере они отражают уровень здоровья здесь возникает очень серьезный момент если все это есть если у женщины есть видит осуистая дистония если есть угревая сыпь там какая-то генозная сеточка если головные боли там кита мигрени предминистральный синдром это все индикаторы того что уровень здоровья не самый лучший и вы прекрасно должны понять что биологический возраст такой мамы не соответствует паспорту он как правило немножечко выше часто на десятки лет старше женщина по биологическому возрасту собственно как и мужчина и вот здесь здоровый ребенок рождается очень редко знаете это подтверждает статистика около 30 лет назад на украине патология беременности рода была всего один два процента все 98 процентов детей были здоровы при рождении на сегодняшний момент статистика иная сегодня мы им 3 процента детей но здоровы и в грудном возрасте 97 процентов это патология это уже те или иные острые или хронические заболевания которые отражают уровень нездоровья этого ребенка а это тот фундамент с которого он стартует уже понимаете что ситуация это не простая не просто так вы знаете пирожок сгорел не сгорел поджарили не дожарили ну такое выброси ребенок с ним так поступать не стоит поэтому тут важно вот для того чтобы запланировать одновременно только пол но и уровень здоровья вашего ребенка тут важно предварительная подготовка беременности и если мы берем мужчину то это примерно ну два три месяца в очищении его организма помочь ему очиститься убрать грязь за это время до постоянная смена сперматозоидов потому что вы продолжаете заниматься любовью все вопрос сперматозоиды омолоделись они питаются нормальной кровью они хорошо развиты они сильные здоровы и тогда вы в этом в этих условиях можете легко и просто планировать беременность и получить ребенка того пола которого вы хотите они неопределенную ситуацию что касается женщине женщине немножко повезло меньше женщине тоже нужно два-три месяца на подготовку беременность но ей нужно учитывать один еще физиологический момент она должна начать немножко раньше потому что яйцеклетки в яичнике заложены по биологическому возрасту и мамы с того уровня лежат и принципе сегодня вот те молодые женщины которые собираются рожать в принципе у них яйцеклетки здоровый образ жизни экология вот это вот вносит свои коррективы поэтому пирамидка перевернулась 1 2 процента патологии беременности поменяли за 30 лет на 3 процента здоровых детей потому что отношение к уровню здоровья своему мягко выражаясь наплевательской а по априори считается что ребенок родится здоровым вы знаете если у нас какой-то автозавод мягко выражаясь плохо склепан там плохая технология то он не может выдать великолепный автомобиль он такой же автомобиль такого же качества и выдаст увы поэтому на чудеса рассчитывать не стоит чудеса вы знаете я не только в сказках довбылина а в жизни чудес не бывает все просчитывается все легко определяется поэтому очень важно это понимать ну у женщины есть этот бонус три месяца яйцеклетка развивается от того момента как она проснулась вот эти три месяца до беременности до предполагаемого оплодотворения чтобы вы тут получили какой-то желаемый для вас пол вот эти три месяца женщину за быть абсолютно здорово как вы понимаете плюс три месяца отсюда появляется полгода подготовки беременности и это правильно это нормально знаете занимаясь годами расходованием своего здоровья можно отдать полгода на подготовку на омоложение на оздоровление просто тратите время на то чтобы родить себе здорового ребенка вы вкладываете эти усилия в свое собственное здоровье заодно и здоровье ребенка просто понимать нужно и кое-что делать тогда все в порядке тогда те заболевания которые есть они выходят уходят ремиссию состояние улучшается и вы можете родить не просто ребенка того пола который вы хотите ребенка на том уровне здоровья который в этих условиях возможно я не просто так сказал про эти условия знаете почему потому что тут третий этап некоторых знаете некоторые рады бы родить любого ребенка на любом уровне здоровья они все получается почему потому что ну есть определенные заболевания да одно дело одноксид и ауфорит а другое дело у женщины поликистоз говорит о том что у нее много циклов беремен беременность не могла наступить по той причине что если клетка была слишком слабо она не имела сил разорвать фактически пузырь и выйти в свободное плавание в поисках того самого счастливого сперматозоиде кого она была счастлива и кисты вот эти вот яичники говорят том что у него много бесплодных циклов было пусть это ну скажем так бесплодие вы знаете я давненько уже занимаюсь этой проблемой не просто так оговорился про 10 своих внебрачных детей их как минимум 10 но это не мои личные дети это дети которые делись моей помощью когда родителям подсказал что нужно и правильно делать и возможности разные были и устраненное бесплодие которое было несколько лет ну одной женщине я устранил 30-летняя бесплодие она уже к тому времени была бабушкой как вы понимаете возраст уже был климактерический у нее цикл восстановился а потом исчез думали что наступил климакс оказалось наступила беременность ну пришлось ее к сожалению прорвать потому что ну знаете бабушки рожать было немножко сложно уже возраст был биологически немножко не тот хотя половая система ее восстановилась потому что а действовать и нужно уже просто помочь восстановиться нужно системно отнести своему здоровью вот эти случаи восстанавливаются то же самое мужское бесплодие да если у вас есть хоть один сперматозоид если полная аспермия да все ребята тут уже немножко опоздали но если там битые хромые косые сперматозоид бог с ними они выросли в тех условиях которые созданы вашем организме измените условия если у вас плохой автозавод он производит стандартно плохие автомобили вам это пока вам это не надоест пока вы не возьмете на этой территории не снесете не поставите новые цеха с новым оборудованием с новой технологии вас новый автомобиль не появится вы же это должны понимать взрослые люди вот так вот здоровье не появляется к нему нужно идти я немножко знаю что о чем я говорю стопочка книг стоит четыре крутых фолианта народные методы лечения детей это на украинском аналогичная книга как помочь больному ребенку на русском это как вы понимаете уже пост фактум следствие здоровье женщины в нездоровом мире ну женщина повезло книжка покруче для мужчин тут по хроническому простатиту брошюрка попроще но вы должны понимать что это нужно делать медицинская энциклопедия для родителей детей это все есть важно как вы эти знания будете использовать на практике потому что в принципе знаете расскажу сейчас про те ситуации которые были сперматозоидами у нас с вами там много лет назад у меня больше 50 лет назад это произошло я когда-то всех опередил добежал первым но сейчас вам скажу насколько это было сложно дело я не помню но я знаю физиологию знаю анатомию сперматозоид после только попадает в половую систему женщины он должен преодолеть всего 20 сантиметров примерно то есть 5 8 сантиметров это длина матки и 10 12 сантиметров это одна из труб по которым должен проскочить и это тут найти эту яйцекретку и стать человеком вы знаете человеком стать очень сложно сказал что такое 20 сантиметров всего ничего но размер сперматозоида 3 микрона если его увеличить до человеческих размеров то сделать человеком то вот эти 20 сантиметров превращается в 50 километров сайте расстояние которое когда-то мы с вами преодолели в разное время вот это получилось у нас все получилось знаю хотели вы стать того пола которого вы стали мне не нравится что я мужчина вопрос другом 50 километров сперматозоид пробегает за полчаса реально оплодотворение происходит через полчаса после полового акта он находит но это расстояние по прямой и вы знаете если бы было так просто знаете сел шикарный автомобиль доехал да не вопрос 100 километров в час ну в принципе хороший автомобиль проедет поддержанный вряд ли поэтому и нужно оздоравливать сперматозоиды потому что хромые с хвостами там битыми не дойдут нужны хорошие мощные сперматозоиды это важно знать вопрос другом сперматозоид не едет в автомобиле даже пешком не бежит даже кроссовки хорошей фирмы не подойдут он лежа это делает единственный орган движения по человеческим размерам хвост длиной 10 метров лежа вот такими амибоидными движениями он перемещается и как вы понимаете вот такой путь удлиняется это прямая 50 вот так вот амибоидными движениями путь увеличивается как минимум раза в два но он забежит не по ровной местности матка это ну да там плоские эпители потом слизь грязь должен не бежать он должен плыть в грязи фактически вязкой жидкости да я понимаю хвост упирается в эту жидкость вы знаете голову очень тяжело проталкиваться но если бы эта слизь стояла она двигается навстречу и когда есть воспалительный процесс в любом месте половой системы как вы понимаете слизи образуется больше и движение и будет а более активным тяжелее почему говорю что воспалительные процессы нужно лечить потому что это очень высоко планку поднимает перед сперматозоидами не все могут это преодолеть а в некоторых случаях и вовсе никто не может поэтому нужно женщину обязательно к этому подготовить но самая большая сложность возникает дальше матка в него впадают две трубы и сперматозоид должен определиться налево или направо потому что яйцеклетка то в одной то в другой трубе может быть потому что яичники обычно по очереди выбрасывать яйцеклетки редко когда два вот когда он определится налево или направо дальше у него самая сложная часть пути это труба что такое труба пылесос у вас есть гофрированную трубку вы знаете вот примерно такая же труба скажем так гористая местность но это гористая местность не просто гористая местность она поросшая лесом потому что там есть ворсинки никуда не денемся больше того ну как вы понимаете фонарика я так понимаю у вас не было у меня тоже не было и сперматозоид зайдя в трубу он ткнулся в ворсинку обошел ее с одной стороны в другую ворсинку обошел в другой и вот таким вот образом методом научного тыка тыкаясь в ищет ту самую яйцеклетку если бы это была единственная сложность было бы очень просто трубы имеют перистальтику они перистальтируют то есть они периодически отбрасывают сперматозоиды обратно назад сайте бежит бежит вдруг хлоп землетрясение на несколько гор назад и опять бежит а перед тобой уже кто-то надо же опять обгонять эти какая ситуация поэтому когда есть воспалительный процесс перистальтика усиливается опять таки это один из факторов бесплодия но это все лечится в комплекс все устраняется в комплекс важно просто понимать что это не такой простой процесс с одной стороны а другой стороны все просто потому что принципе в нормальных условиях хорошие здоровые сперматозоиды преодолевают все эти сложности всего за полчаса если вам нужно в принципе больше информации вопрос контакта вы видите обращайтесь я вам помогу не только пол но и уровень здоровья определить ваших будущих детей заодно под каким знаком зодиака когда они родятся чтобы они радовали вас ну скажем так психологической совместимости поэтому пока вы перевариваете эту информацию я позволю себе это видео закончить пожелать вам как всегда крепкого здоровья и разумного к нему отношения если вы еще подписались на мой канал вопрос вы это можете сделать любой момент подписчики кстати узнают много нового уж они в первую очередь получают оповещение о новых видео на моем канале я буду его заканчивать стать если оно вам понравилось если вы понимаете что в принципе видео интересное поставьте лайк отметьте его чтобы другие могли узнать об этом видео стать если кто-то у вас из ваших друзей тоже хочет запрограммировать пол ребенка или в принципе уровень здоровья запрограммировать более высокий уровень осознанности или вы захотите в принципе у кого-то уже две трети примерно треть пар бесплодна только две трети могут программировать пол а треть ищет в принципе как как ребенка получить как и как его сделать правильно не вопрос как вы видите на все эти вопросы есть ответы от вас зависит только одно делитесь этой информацией пишите звоните а я жду вас с новым видео на своем канале